всем привет это алекс и сегодня вы увидите каким образом можно получить рельсотрон имперский молот который находится в ладине хариса линьи дюаль вы его сможете получить после четырех недель примерного служения и так после того как вы четыре недели прослужите какой-либо галактической державе наступит очень важный момент служба на самом деле может заключаться просто в том что вы ткнули в кнопку вступить в державу и вот здесь вот это произошло четыре недели назад я просто нажал кнопку вступить к арисе дюаль и я это сделал конечно же ради того чтобы получить вот это вот устройство который называется имперский молот то есть многозарядная электромагнитная пушка смотрим на вот этот экран ранг видим что здесь я уже четыре недели и наша задача сегодня среда завтра четверг завтра смена политического цикла и нам нужно будет получить рейтинг 3 для того чтобы вот эта награда у нас открылась то есть сейчас нам нужно заработать 750 очков поощрения и сделать это проще всего перевозкой агиток то есть нам нужно собирать листовки на станциях которые поддерживают саму дюваль и перевозить их в те системы которые необходимо расширить давайте для начала определимся на чем мы будем это делать нам нужен нормальный корабль который сможет забрать как можно больше груза то есть 1 тонна листовок это одно очко поощрения и нам нужно перевести 750 тонн листовок первый из вариантов если у вас есть деньги ну а если вы четыре недели назад вступили в игру я думаю вас должны быть деньги это type 7 транспортер на его основе я сделал вот эту вот сборку вот этот вот фит и он вам обойдется в 22 миллиона кредиток если же у вас денег получилось так не очень много то в принципе есть сборка которая сделана на type 6 транспортер она дешевле она стоит всего миллион 600000 и грузоподъемность у нее конечно же ниже чем type 7 то есть здесь вы можете положить в трюм груз в размере 104 тонн и для того чтобы перевести 750 тонн листовок вам нужно будет сделать 8 ходок смотрите что здесь есть здесь соответственно установлены грузовые отсеки грузовые стеллажи 32 32 16 16 и 2 по 4 тонны здесь также установлен щитогенератор и для тех кто не очень хорошо себя ощущается управление космического корабля поставлен advanced докет компьютер то есть который позволяет и парковаться и улетать со станции также в качестве манеровых и рамочных смесительного двигателя здесь поставлены устройства серии c то есть они достаточно хорошие и недорогие все остальное поставлено класса d для того чтобы облегчить ваш корабль аналогичное сделан карго type 7 у него грузовой отсек вмещает целых 280 тонн и вам придется сделать всего три ходки вместо 8 поэтому в принципе в принципе я бы на вашем месте сделал type 7 и три раза слетал туда-сюда здесь соответственно грузовые стеллажи поставлены 3 по 64 32 32 32 как вы видите взят топливозаборник на всякий случай ну просто нужно было что-то воткнуть в этот слот дальше установлен щитогенератор для того чтобы не поцарапать корпус и также поставлен advanced докет компьютер для тех кто не очень хорошо чувствует себя на парковках и поставлен компьютер который помогает вам суперкуризе в качестве основных устройств здесь поставлена манировать двигатели серии b потому что этот корабль очень грустно себя ведет во время полетов и здесь соответственно поставлен рамочно-смесительный двигатель серии b для того чтобы он прыгал немножко дальше все остальное поставлено серии d и давайте посмотрим насколько может прыгнуть этот корабль то есть он может груженым 13 с половиной световых лет а type 6 которые я собрал он прыгает на 12 целых 70 световых лет то есть в принципе этого достаточно для того чтобы выполнить данное задание для того чтобы понять где купить этот корабль нам нужно нажать вот эту кнопочку то есть станции которые продают эту сборку ссылки на эти фиты будут под видео в описании поэтому вы можете по ним перейти эти сборки увидеть и затем соответственно выбрать ту станцию которые продают эти сборки например вы находите в солнечной системе вот здесь отводим sol нажимаем fine stations и видим что на расстоянии 35 световых лет от соло системе завьях на станции уилла кринг можно купить все то что необходимо чтобы собрать вот этот этап 7 транспортер а если же мы с вами посмотрим на станции поищем станции который продает сборку на type 6 давайте тоже вот здесь поведем sol нажмем fine stations то и увидим что в принципе в 12 годах от соло вы сможете купить все то что необходимо для того чтобы собрать type 6 который я вам только что показал ну здесь конечно же вы будете вводить эту систему в которой вы сейчас находитесь конкретно сами и так я купил все что я планировал смотрите в гнездах у меня ничего нету воевать мы не собираемся внешнее оборудование я все снял в основном оборудование я как и планировал купил двигатели серии b и все остальное поставил серии d для того чтобы корабль стал немножко легче в дополнительном оборудовании я полностью запомнил все ячейки стеллажами грузовыми поставил генератор щита серии b и поставил топливозаборник ну уже по привычке наверное поставил улучшенный стойковочный компьютер как обещал и помощь гиперкрейском режиме все остальное все остальное в принципе вы видите на экране то есть мы можем прыгнуть на 13 с половиной седвих лет стоимость страховки миллион 111 тысяч но в принципе корабль нам нужен на три прыжка после этого его можно продать и на четыре недели просто про него забыть итак давайте посмотрим куда нам лететь для того чтобы выполнить задание первый вариант можно это сделать через кнопку галактических держав вот здесь вот на вкладке подготовка зайти в карту и автоматически откроется тот режим в котором вы увидите все необходимые для вас вещи но 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 это немножко ненаглядно поэтому рекомендую вам научиться это делать просто с нуля то есть мы запускаем галактическую карту и наша задача теперь перейти в то меню которые я вам сейчас показал это делается вот так находим вкладочку предпоследнюю вверху слева затем выбираем политику то есть обычного карта вот здесь вот ставим политику чуть ниже выбираем ту державу за которую мы играем и нам необходимо найти станцию с которой мы будем забирать листовки это сделать очень просто нажимаем кнопочку контроль то есть вот здесь вот написано событие в контролируемых системах и мы увидим все эти системы в которые можно прилететь для того чтобы забрать нужные нам материалы планеты которые контролируются конкретно дюваль будут помечены либо зеленым либо оранжевым либо красным кружком и если мы посмотрим на саму карту то мы увидим вот эти вот кружки вот тут оранжевые кружки соответственно 10 если постараться можно поискать разного до зеленые и так далее смотрите то есть те планеты откуда забирайте мы нашли теперь нам нужно найти планеты куда это вести нажимаем на экспансию и в принципе здесь нам сразу выдаются подсказки но 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 здесь на самом деле все то же самое зеленые оранжевые желтые красные точнее и белые планеты это те куда можно вести но в принципе вот здесь вот есть цифры от 1 до 5 то есть это приоритетные системы по расширению так как мы с вами по большому счету в power play играть не собираемся то есть борьбу за власть нам необходимо просто найти рядом две планеты с которых мы будем таскать листовки туда-сюда ну здесь вот ближайшая планета конечно же куда это можно принести это тайна те она если быть точным рядом еще есть вот две планеты как вы видите но не совсем рядом то есть вот они раз и два и давайте посмотрим что-нибудь что рядом давайте для начала выберем тяну для того чтобы у нас была отметка и давайте теперь найдем что-нибудь откуда можно возить конкретно 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 эту планету ну смотрите ближайшая планета это самая близко это шатрис и вот отсюда до тяны в принципе наиболее меньшее расстояние если вот так вот покрутить поэтому давайте мы с вами полетим на шатритис окей полетели итак мы с вами прилетели в планируемую систему шатритис и нам необходимо залететь абсолютно любую станцию которая в ней присутствует а вот сейчас я нахожусь около станции чумский сити давайте запаркуемся и посмотрим что нужно сделать конкретно на станции здесь нам нужно зайти конкретно в контакты контакт мы увидим контакт державы и вот здесь мы уже можем купить необходимые нам агитки то есть мы забираем отчеты ловильи говорим подтвердить и вот здесь начинается самое интересное каждые сколько-то минут вам выдается бесплатно 10 отчетов для того чтобы ускорить получение квоты вам нужно заплатить денег поэтому поэтому если вы хотите получить быстро нужное количество отчетов вам придется заплатить по 100 тысяч за каждые 10 штук и так давайте я сейчас это сделаю и вот здесь вот я уже почти почти купил все что требуется итак у меня в грузовом отсеке находится двести восемьдесят восемь тонн агитационных материалов можно увидеть окей теперь мы с вами давайте сделаем следующую очень важную вещь мы во первых эту систему в которой мы находимся положим в закладке для того чтобы не искать ее каждый раз назовем ее откуда и сейчас мы найдем вторую точку куда мы это все дело будем отправлять так нам нужна система которая доступна для экспансии вот она тянам давайте сюда поставим тоже заметку и назовем ее куда с единичкой чтобы она была вверху списке ведь она прыгнула вот вот сюда вот наверх и давайте мы кстати откуда также назовем то чтобы так где нас буква пол вот откуда 0 откуда и один куда и вот они вас вас с вами вверху и нам не придется каждый раз их искать листать теперь мы с вами просто заходим сюда вот говорим проложить маршрут и видим что за два прыжка мы с вами прилетим это в эту систему ки полетели и так мы прилетели в эту систему здесь опять же выбираем по факту любую станцию на любой станции есть представители здесь я выбрал гембр хорайзенс и давайте мы запаркуемся переходим в контакты находим контакт державы видим что мы можем доставить отчеты лавиньи о коррупции скидываем абсолютно все отчеты говорим подтвердить и ура ура мы получили 280 очков поощрения давайте теперь посмотрим как у нас изменились эти цифры конкретно в галактической державы заходим в лавиньи заходим в ранг и видим что вот эти вот 280 очков нам зачлись на этой неделе и так давайте повторим все эти действия еще три раза итак я привез крайние 190 отчетов лавиньи о коррупции сейчас мы их передадим контакту державы и после этого посмотрим что у нас получается в общем отчете о нашей поддержке давайте перейдем на главную страницу затем перейдем в правую панель выберем галактические державы выберем империю лавиньи и давайте перейдем в ранге видим что на этой неделе мы сделали 750 поощрений за три рейса как я вам и говорил и завтра в 11 часов дня по моему по четвергам у нас откроется третий ранг и в результате мы с вами сможем купить имперский молот после четырех недели поддержки и за заработанные 750 очков поощрения ну а после этого после этого переходим в следующую державу и собираем следующий бонус и так после четырех недель нужно прилететь на любую станцию которая контролируется лавиньи диваль для того чтобы получить нашу честно заработанную награду давайте посмотрим как это делается смотрите заходим для начала в галактические державы заходим в империю лавиньи диваль и смотрим на наш ранг видим что все наши действия были абсолютно правильными то есть мы сделали 750 очков поощрения нам открылся третий рейтинг и мы с вами ну получили конечно же там какой-то маленький недельный бонус 500 тысяч но самое главное мы получили доступ к имперскому молоту чтобы получить имперский молот нужно находиться на любой из станций которые контролируются конкретно лавиньи диваль именно поэтому я сюда для начала прилетел давайте мы зайдем в службы космопорта и купим на запас аж 8 штук для того чтобы снарядить ими потом пару кораблей для этого мы заходим в снаряжение заходим в гнезда вот я сейчас на dbx и у меня есть три свободного гнезда то есть мы сделаем две с половиной покупки смотрите заходим в рельс от трона выбираем имперский молот он стоит 620 тысяч говорим параметры покупки и покупаем покупаем соответственно 8 штук и так давайте посмотрим следующий так имперский молот еще один давайте глянем как он выглядит ну в принципе внешний вид точно такой же и давайте давайте возьмем третий леса трон и для интереса можно посмотреть на его характеристики чем интересен этот рельс от рон он давайте вот здесь посмотрим у него выше урон в секунду чем у обычного рельса трона делает три выстрела за одну серию до перезарядки но у него очень высокая тепловая нагрузка то есть в этом в минус для того чтобы ими полноценно пользоваться необходимо их проапгрейдить у инженеров ну об этом наверное будет другое видео сейчас мы просто просто затаримся и так давайте мы вот эти вот три рельса трона поместим на склад и давайте проконтролируем что все наши рельса троны лежат хранилища раз два три четыре пять шесть семь восемь девять два три четыре пять шесть семь восемь девять да все отлично мы затарились или сатронами и затем затем мы с вами будем переходить в другую фракцию я думаю я перейду к юрию грому у него есть великолепные ракеты которые вырубают фсд у противника а так как очень часто противники пытаются свалить я думаю этими ракетами будет классно их приостанавливать благодарю вас за просмотр этого видео пожалуйста подписывайтесь на канал будет много интересного всем побед удачи пока пока а а